Привет, чемпионы! Новый формат до и после. Вы увидите, как спортсмен плавал до того, как пришел в нашу школу, над чем мы работали и как он плавает сейчас. Но как же она достигла таких результатов? Сейчас мы узнаем. Поехали! Сейчас на ваших экранах архивная запись образца января 2016 года. На нем видно, как Оля начинала свое обучение плаванием. А на этом видео Оля пришла к нам на первую тренировку и сразу попала на подводную съемку. И сейчас мы назовем 10 ошибок, которые мешали Оле плыть. Первая – это положение тела, когда ноги с поясницей и стазом очень опущены. Вторая – это провал руки на вдохе, когда в момент совершения вдоха впереди лежащая рука предательски проваливается. Третья ошибка – это слишком мощная работа ног. Ошибка номер 4 – это избыточный поворот корпуса на вдох, потому что нет культуры поворота головы на вдох. Следующая ошибка – это очень долгий затянутый вдох, что снижает внутрицикловую скорость. Высокий выход головы на вдох. Идет обращение к инстинктам самосохранения, чтобы не утонуть и наверняка хапануть в воздухе. Седьмая ошибка – это очень резкие рубленные движения, а плавание – от слова плавность. Ошибка номер 8 комплексная – это отсутствие понимания подводных фаз грибка. То есть мы не видим ни акцентированного захвата, ни подтягивания, ни отталкивания. Девятая ошибка – это когда в фазе скольжения рука выносится из воды. То есть мы стараемся плыть не вперед, а в небо. И последняя ошибка – это вынос руки до завершения грибка. То есть мы еще не сделали фазу отталкивания, а рука уже вылетает на пронос. И, конечно, мало перечислить все эти ошибки, но нужно дать свои рекомендации спортсменам для их исправления, подобрать нужные упражнения, нужные слова и дать человеку почувствовать, как правильно плыть, чтобы впоследствии эти ошибки улетучились. И сейчас мы более детально разберем каждую ошибку и дадим свои рекомендации по их исправлению. Расскажем об упражнениях, которые мы использовали, покажем эти упражнения на ваших экранах. И, возможно, эти ошибки есть и у вас тоже. Слушайте рекомендации в свое время данные Оле и исправляйте свои ошибки. Поехали! Сначала нужно спортсмену максимально простым языком объяснить, какие ошибки мы уже выявили в его технике, какие у него ошибки основные и как исправить эти ошибки для того, чтобы спортсмен поплыл. Первое, что должен понять спортсмен – это свое положение в воде. Как только он это почувствует, дальнейшая работа упростится многократно. Для этого мы применяли упражнение тунеядец. Это когда руки расслаблены и спортсмен телом должен прочувствовать, что он лежит максимально горизонтально. При этом его ноги не работают очень сильно, они расслаблены. Возможно, даже где-то сделать стрелочку, звездочку, полежать горизонтально на воде и почувствовать, как начинают тонуть ноги. И сохранить это горизонтальное положение как можно дольше. Второе – это, конечно же, наша любимая бабушка-свим. Что это такое? Это упражнение есть на нашем канале, оно называется «Головастик». Когда мы пытаемся удержать голову, так как голова – это очень тяжелый элемент, и она находится немножко спереди за точкой нашего баланса, и когда мы поднимаем голову, то ноги начинают тонуть. Задача здесь – почувствовать, как мы работаем ногами так, для того, чтобы удержать максимально горизонтальное положение тела. Причем появилось новое упражнение в нашей школе – это деградация. Когда из бабушки свим, мы плавно опускаем голову и превращаемся в тунеядцы. Для чего это надо? Для того, чтобы вы почувствовали, как уходит нагрузка с ног, а не расслабляется, и вы принимаете горизонтальное положение. Как только мы вместе со спортсменом почувствовали положение тела в воде, мы переходим ко второй ошибке – это провал руки на вдох. Как мы ее будем исправлять? В нашем арсенале есть несколько замечательных упражнений. Упражнение номер раз – сцепка. Оно есть на нашем канале, и сейчас оно на ваших экранах. Упражнение номер два – полусцепка. Полусцепка с доской и ее различные вариации. Также есть неплохое упражнение 2 плюс 2, когда мы делаем по два грибка каждой рукой и дышим на каждый второй грибок, то есть перед сменой рук. Самый частый момент, когда встречается провал руки – это, конечно же, во время вдоха. Почему так происходит? Все потому, что изначально пловцов учат поворачивать полностью весь корпус и вдыхать на спине, как это мы видели на первом видео Оле. Но в последствии, когда мы приобретаем более правильную технику, более спортивную, мы должны избавляться от тех самых провалов руки и исправлять вдох. Вдох выполняется, вы уже знаете на нашем канале, если смотрели видео «Только вдох», то знаете, что один глаз всегда остается под водой, а второй выходит на поверхность, и половинкой рта мы зачерпываем полные легкие воды, но нет воздуха. После того, как мы немножко разобрались с руками, и рука под вдох уже не проваливалась, положение тела стало еще более горизонтальным, мы себе еще больше упростили работу. Далее мы взялись за ноги. Мы помним избыточную активность в работе ног и знаем, что на ногах сосредоточены большие мышцы. Большие группы мышц потребляют очень много кислорода. Как следствие, мало кислорода попадает в мозг, и у нас не остается времени, чтобы подумать над техникой своего плавания. Поэтому ногами не стоит быстро очистить, а лучше занять правильное положение тела и расслабить ноги. И попробовать вместе со спортсменом техники двухударного кроля, четырехударного кроля, чтобы спортсмен выбрал для себя оптимальную технику и наименее для него энергозатратную. Для того, чтобы почувствовать правильную работу ног, у нас тоже на нашем канале было видео по правильной работе ног, когда движение начинается от бедра, переходит на голень, на стопу, а назад нога возвращается прямая. Начать можно с вертикальной работы ногами. То есть, находясь в воде вертикально, начинать мягкую, плавную работу ногами от бедра на достаточно короткой амплитуде. И как только мы при минимальной скорости работы ног научимся поддерживать себя на плаву, этот навык можно переносить на плавание уже в горизонтальной плоскости. Можно поплавать на спине, чтобы коленки не выходили из воды. Когда вы точно почувствуете, что бедро начинает включаться в работу. В последнее время мы очень активно со спортсменами используем резинку, которую завязываем чуть ниже колена, что тоже позволяет включить бедро в работу. Как только вы почувствовали, что ваша попа начинает гореть при долгом плавании на ногах, это значит, вы все делаете правильно. Как только мы прочувствовали горизонтальное положение, научились правильно работать ногами и убрали провал руки на вдохе, то переходим как раз таки к тому вдоху, который изначально выполнялся неправильно. Существует несколько ошибок вдоха. Это когда спортсмен слишком высоко поднимает голову для вдоха, слишком сильно ее разворачивает или разворачивает весь корпус, но не поворачивает шею. Какая из них более страшная, сказать трудно. Основная проблема заключается в том, что все вот эти ошибки ведут к медленному и не очень техничному плаванию. И падение внутрицикловой скорости. Поэтому мы придумали упражнение, которое называется «Только вдохи». Оно есть уже же на нашем канале. Это самое любимое упражнение нашей школе. Между прочим, любимое упражнение Оли. Потому что, как говорят, она плавала 500 метров только вдохом. На самом деле это очень полезное упражнение, потому что если вы оптимизируете свой поворот головы на вдох, то вам будет намного комфортнее плыть, ваша внутрицикловая скорость не будет снижаться, и ваша рука на вдохе не будет проваливаться. То есть цикл будет ритмичным и равномерным. Далее, вдох. Вдох важно сделать не только правильно, повернуть голову на правильный угол из правильной траектории, но намного важнее сделать его вовремя. А когда мы делаем вдох? В момент наименьших мышечных усилий. Потому что мышцы, которые отвечают за вдох, являются антагонистами мышц коры. Поэтому когда мы делаем вдох? В момент отталкивания. И конечно же нужно понимать, если вы будете заканчивать вдох, когда рука ваша уходит на вкладывание, и практически накрывать голову сверху рукой, то эти два элемента, повернутая голова и вознесенная над головой рука, они будут вас просто топить. И есть такой интересный лайфхак. Когда вы выдыхаете с усилием, то есть вы пускаете, снижаете давление в грудной клетке, то поворачивая голову на вдох, вы просто открываете клапан, и воздух залетает из-за разницы давлений. Физика. Далее. Ошибка, которая встречается по большей степени у мужчин, но и у девушек. Иногда мы ее тоже можем заметить. Это избыточное напряжение и неполное понимание того, в какой момент грибка, с каким усилием нужно взаимодействовать с водой. Проще говоря, в воде нужно быть более плавным, мягким и расслабленным. И чередовать циклы напряжения и циклы расслабления. Как мы этого добивались, добиваемся и будем добиваться? Это плавание с введением кисти по поверхности воды. Это плавание на расслабление. Плавание на очень низком пульсе. В последнее время практикуем очень медленное плавание, как будто в замедленной съемке. Все это нужно для того, чтобы вы смогли максимально расслабиться, но при этом удерживать технику и сам баланс. При этом знайте, что когда вы плывете на низком пульсе и когда вы плывете ультрамедленно, то ваши ноги тоже должны замедляться. А то бывает такое, что спортсмен замедляет только руки, а нога и себя выдает. А должно казаться, что пленка замедлилась, и вы плывете грациозненько. Как будто все вокруг движется вас очень быстро, а вы, как черепашка, остаетесь неподвижной. Следующая, восьмая ошибка, это в целом подводная часть грибка. На подводную часть грибка у нас очень много упражнений на канале. Это дикий захват, это шакила-нил, это только отталкивание, это упражнение на резине. Недавно выходил ролик, где мы объясняли, как включать широчайшую мышцу спины. Этих упражнений множество. Главное, их очень грамотно и органично включать в тренировочный процесс. Самое главное, это, конечно же, посмотреть сначала упражнение на резине, чтобы на суше попробовать, как выполняется правильный грибок. Потому что на воде, если вы будете делать рубленное движение и делить цикл на три, то вы не будете продвигаться. Здесь главная плавность. Поэтому попробуйте сначала эти упражнения на суше, потом старайтесь сделать это равномерно, подводную часть грибка, и, соответственно, с небольшим ускорением к концу, чтобы все три фазы были не с ярко выраженной остановкой, а выполнялись как одно единственное целое. Тогда вы почувствуете, что ваш грибок становится эффективнее. Как только вы почувствовали, что вам стало тяжелее грести, значит, вода приобретает упругую форму, и вы за нее цепляетесь и пытаетесь продвинуться гораздо лучше вперед. Ну, либо вы просто устали, и вам пора домой. Еще очень важный момент, что практически все вот эти упражнения, которые направлены на улучшение грибка, улучшение качества грибка, сначала нужно делать с колобашкой, чтобы ноги не вносили сумятицы в процесс, положение тела было более горизонтальным, и какие-то малейшие движения сказывались бы на нашем продвижении. Поэтому на начальных этапах колобашка – это просто бомба. Далее, когда мы заняли правильное горизонтальное положение тела, когда мы научились дышать, когда мы не проваливаем руку на вдохе, когда мы работаем ногами очень комфортно и легко, мы уже знаем, как выполнять подводную часть грибка, уже знаем три фазы, но нам все еще хочется взлететь из воды, и поэтому в фазе скольжения мы напрягаемся сильно, удерживая нокаточки, особенно девочки любят показывать свой маникюр. Как расслаблить? Все очень просто. Мы пытаемся сделать ту же самую сцепку, когда кисти смотрят вниз, те же самые тунеядцы, те же самые полусцепку с доской, когда мы кладем руку на досочку, и для того, чтобы рука у нас не уходила, все время контролируем движение доской вперед, плюс выполняя грибок, и после проноса вкладываем руку под досочку, чтобы она там зафиксировалась в нужном положении, в комфортном, плюс расслабляем кисть. Если же рука или досочка во время грибка начинает уходить в сторону, либо подниматься, то вы выполняете это упражнение неправильно. Далее, два простых момента. О чем стоит помнить во время плавания? Момент 1. Это расстояние между поверхностью воды и вашей рукой должно быть что-то в районе 15 сантиметров. И момент 2. Плечо всегда должно быть либо выше локтя и кисти, либо на одной линии они должны находиться. Потому что во время плавания мы должны очерчивать прямую горизонтальную линию от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног. После того, как мы с Олей уже более-менее исправили те самые ошибки, которые являлись первостепенными, и перешли в подводную часть грибка, теперь нужно понимать, что наше скольжение будет напрямую зависеть от концовки грибка. Чем эффективнее мы закончим грибок, чем лучше мы оттолкнемся от воды в конце, тем эффективнее мы проскользим вперед. При этом, конечно же, соблюдая все те самые правила, о которых говорилось ранее. Отличное упражнение для концовки грибка есть на нашем канале. Оно называется Шакил Онил. А ты видишь на нашем канале упражнение только отталкивание? Нет. Оно и есть. А теперь самое время посмотреть на Олю, как она плывет сейчас. Это порядка 18 минут на километр. Чуть-чуть не хватает выплыть из 18 по длинной воде, но в этом году, я думаю, все получится. Тем более, что тренер поставил более жесткие цели Оле, чем она сама себе может придумать. Сейчас мы смотрим, какие ошибки удалось нам уже исправить и над какими все еще идет работа. Хотя они стали намного менее выраженными. В первую очередь, это положение тела, оно уже гораздо лучше, чем было. Это тот самый правильный вдох. Это спокойная и экономичная работа ног. Это три фазы подводной части грибка уже более-менее вырисовываются, хотя еще тренер не очень сильно доволен результатом. Это задержка на вдохе, мы ее уже исправляем, хотя она тоже немножко все еще влияет на внутрицикловую скорость. Это заметно. Как раз над этим сейчас кипит работа. Работа в основном направлена сейчас на плавность грибка, для того, чтобы не снижалась та самая внутрицикловая скорость. Это уже такая профессиональная работа над техникой, которая ведется каждую тренировку, но сейчас уже возрастает нагрузка, функциональная нагрузка, для того, чтобы Оля не только исправляла свою технику, но и увеличивала свою функциональную составляющую, для того, чтобы плыть быстро, мощно и эффективно. А теперь небольшой лайфхак. Попробуйте во время плавания немножко втянуть живот и посмотрите на свои результаты на положение тела в воде. Ключ кроется в мышцах кора, которые можно прокачивать как на суше, так и в воде, потому что кор – это по сути основа, это наш каркас, вокруг которого и строится все плавание. Кор – это те группы мышц, которые увязывают работу ног и работу рук, являясь проводником. Как мы можем их укреплять и прокачивать в воде? Мы берем короткие ласты и просим спортсмена плавать на ногах дельфином. Спокойно, безостановочно, но при этом достаточно амплитудно во всех плоскостях. На груди, на спине, на боках, по диагоналям. Друзья, на нашем канале есть видеоролики, посвященные прокачке кору с нашим спецтренером по функциональной подготовке ОФП, СФП и МФР Леной Савицкой. Надеемся, что этот ролик был очень полезен для вас. И сейчас мы рассчитываем на ваши лайки. Поддержите канал, а также подписывайтесь на него, для того, чтобы получать самыми первыми всю информацию о технике плавания и не только. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok